Ну что, друзья, привет всем, кто смотрит это видео. Пожелайте мне удачи. Я еще одну прошивочку надыбал на BlackBV8000 Pro. В ней какой-то редиско по-русски записал ядро такое-то. Вот это вот я удалю, потому что не знаю, как новые флеш-тулы, старые русский язык, не терпели. Так, я ее распаковывал, помнится мне. Надо расширить, чтобы видеть. Вот оно. Переименовать. Ядро убираем. Да просто ядро убираем, и все, не буду там ничего писать. Ой, скобочка пропала. Все. Почему-то дерево тут появилось. Интересно, картинку что ли там внесли? Ладно, неважно. Так, открываем флеш-тул посвежее. Где он у нас? Тут. Тут, 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 тут. Тун-тун-тун-тун. Тут 5.16. Вот 5.18. Запуск. Окей. Аппаратик. Надо выключать. Ой, я же аккаунт ввел. Нет, сначала надо аккаунт удалить. Где у нас аккаунты? Где у нас аккаунты? Блин. Вот. Удалить, удалить. Все. Вот теперь можно аппарат выключать. Кладем его на подставочку, которой служит колоночка. Сейчас мы будем его шить. Ну, во-первых, убираем скаттер уже из новой прошивки. Вот это вот с деревом. Не ругается на дерево. Уже хорошо. Провод. В прошлый раз мне помнится с ноликом с этой стороны хорошо прошилось. Вам это само собой не важно. У меня проводу 2 года. Режим download only. Скаттер вставлен. Прошивальщик универсальный. Download. Вот. Ну и провод пробую втыкать в аппарат. И не мешаю. Процесс пойдет? Или фига с вами? По-моему, не пойдет процесс. Ладно. Дождали чуть-чуть. Попытка номер 2. Надеюсь, он уснул. Эть. Нет. Он говорит, не та мама. Вот и все. Вот и жопоньки. Извините. Скаттер файл говорит о том, что материнка другая. Вот мы и приплыли. Вот почему нельзя восьмерку по воздуху рассылать, как они говорят. Потому что у них разные материнки. Конечно, сейчас дубль 2 проверю. Но я более чем уверен, что это все неспроста. Конечно, могу, наверное, не от того чипа прошить. Но что будет с аппаратом, неизвестно. Нет, сейчас слишком быстро. Это, наверное, он еще выключится не успел. Ладно, где у нас там громкость? А вдруг громкость минус? Ни фига. Ладно. Долгий дедовский метод. Включаем. Если он, конечно, еще жив. Ой. Чуится мне... А, нет. Вожил. Ну и тогда зажимаем и держим. Как только он начнет вырубаться, втыкаем провод. Нет. 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 Ну, я так понимаю, что, видимо, для этой прошивки мой аппарат не подходит. Вот и все. Прошился, блин. Видимо, это для новых ревизий аппаратов. Вот я уже в какое-то меню вошел, блин. Вырубайся нахрен. Ну, он сразу включаться начинает. Это нечестно. Вот вам и ответ. Видимо, существуют разные ревизии. Как, в принципе, товарищи китайцы и заявляли. Но теперь мы видим этому подтверждение. Сейчас еще раз его вырублю. Окей. Еще раз попробую его прошить. Но я чувствую, ничем это не закончится. Он должен вибрануть. Ждем. Вот. Это он умер. Теперь 3 секунды. И втыкаю провод. Все. Не тот процессор даст видос. Если кому интересно, могу увеличить. То есть, скаттер это под другой процессор, под другую материнскую плату. Значит, зря я удалял аккаунт Google. С этим аппаратом все. Восьмерки новее, видимо, на него не видать. По крайней мере, у меня есть, что теперь товарищам китайцам показать. Может быть, и на этот процессор запилят. Все. Вот такая вот она неудачная прошивка, потому что не подошел процессор. Всем пока. Смотрим, слушаем, подписываемся.